Привет всем, новое утро. Вообще ночь была тяжелая, псин оставили в вольере и они начали выть, они меня нервировали, соседи начали угрожать, ругаться. И мне пришлось спать в наушниках внутриканальных, я плохо спал, но долго, часов 10 плохо спал. Утром пришла мама, поругалась с соседями там по поводу псин. Псины шумят, они неконтролируемые, им хозяйка никто, она им ничего приказать не может. Они продолжают тявкать, звуки противные издают, ну кидаются на тех, кто проходит, конечно, но они же в вольере и сделать все не могут. У Полины я отобрал смартфон, можно сказать, чтобы влоги выгрузить, смонтировал вчерашний влог, выгрузил его на две площадки, ее смарт молодец. У меня у самого трафика нет, чтобы этим заниматься, спасибо МТС, все отобрали у меня, что было, и теперь без лимита, а на YouTube они дать не могут. Переходи на Теле2. Полина говорит, переходи на Теле2. Тепная сторона. А так как я у Полины отобрал смартфон, ей стало нечего делать, давай ей пей спиху. Тут вот эта игруха, Деа Джер, про девочку и мертвый город, и всяких монстриков. На самом деле игра еще 2005 года, но у меня к ней есть интерес, недавно ролик посмотрел от влогера одного зарубежного. Он вот ее показывал и Deadhead Fred, про чувака, который с этим аквариумом, мозгом на голове бегает. В общем, эти две игрухи хочу раскусить, поиграть в них, такая атмосфера в них интересная, они вроде как ужастики, но при этом юморные такие, не на хоррор повернутые, а скорее юмористический какой-то ужастик, такой может даже подростковый. Надо будет это дело попроходить, но я уверен, что у Полины получится лучше, она все-таки более нацелена проходить игру, а я фигней занимаюсь, там углы разглядываю, разбиваю что-нибудь, физику тестирую, а проходить мне обычно не очень дается. Сейчас нужно уже идти на балкон, прибираться там, убирать мусор и возможно мы поедем его еще вывозить. Сегодня у нас уборочный день, порядок наводим, вывозим мусор, вот обычные пакеты. А вот тут мешки из-под чаппи, корма собачьего, выстроилась у нас вот такая кучка. Будем это дело в жигу грузить, заднее сидение убрал, пленкой застелили, на пленку это все положим и пару рейсов вывезем. Сегодня вывоз мусора. Мы с Полиной приготовили много мусора на вывоз, составили его во дворе, уже приготовили жигу, застелили то место, где должно быть заднее сидение, но выезжая из двора я напоролся на трубу металлическую, которая торчала из земли и порвал колесо. Так что жига осталась на месте и никуда мы мусор вывозить не поехали. Настроение было испорчено и я пошел прятаться от комарих в дом и отдыхать. Вскоре Полина зашла в комнату и говорит, ты не хочешь посмотреть, что там происходит, там какое-то собрание. Я выхожу и оказывается там толпа народу, соседи собрались, видимо списались в каком-то чате, в мессенджере и начали толпиться у забора. Они были очень недовольны мамиными собаками, люди просто не могут из-за них спать. Эти твари издают противные звуки и маму много раз спросили по-хорошему куда-то их убрать, она их убирать не хочет. И они вызвонили маму, чтобы с ней обсудить этот вопрос. Несколько минут они там горячо общались, пытались донести свою позицию, они хотят, чтобы собаки были убраны. В общем-то требования у соседей разные, кто-то говорит, что собак мучают, их недостаточно кормят, что очень смешно и странно звучит. Кто-то говорит, что вольер недостаточно качественный и недостаточно жесткий и он их не выдержит, а кто-то жалуется на шум. Вот с шумом и я согласен, это невыносимо и спать тут становится невозможно. Нужны внутриканальные наушники или сабвуфер, акустическая система, чтобы ты спал чисто под те звуки, которые ты включил. Иначе становится невозможно просто уснуть. Отстойный воль, противный. Но большинство говорит за то, что якобы у вас нет прочного забора, ваши собаки слишком страшные, уберите их. А мама говорит, вы тут не в квартире живете, это дачи. Собаки это обычное дело, а то, что они гавкают, это их работа. Я их вообще-то сюда посадила, чтобы они защищали участок от таких, как вы. Мама от них ушла, так и не дав им положительного ответа, решения вопроса. Так и не сказав им, что она сделает с собаками, говорит, они будут сидеть здесь. И ушла. Пошла заниматься своими делами. Несмотря на то, что обои в коридоре были в замечательном состоянии, мама решила поклеить новые. Купила дорогие обои с таким вот дизайном под кирпичи. Те обои сняла, поклеила новые. Примерно вот так это теперь выглядит. Осталось покрасить окна, двери и обклеить мебель и полочки под потолком самоклеящейся пленкой. А в моей бывшей комнате на втором этаже теперь вот такая стена с космическими пейзажами. А остальные стены вот такого темно-синего цвета. Конечно, раньше было более симпатично, было красивее, когда я там жил. Но младшая сестра все содрала и теперь поклеили вот такие. Выглядит не так круто, но таких обоев, как раньше были, теперь в наличии нет. Во, как тут теперь стало. Мама космос здесь поклеила. Здесь стенка была белая, Лондон, теперь все синяя, темно-синяя. Теперь такая космическая стена здесь. Мне вот тоже вещи свои надо продолжать здесь собирать, перебирать, по коробкам укладывать. Вот то, что уже уложил. Здесь еще пакеты вон всякие. Пакеты не эстетично выглядят, нужно по коробкам складывать. А я что-то никак не займусь этим. Поль в шляпе. Потеряла навуфник, а он развалился. Я вас умоляю, давайте вот друг друга сейчас вот пойдем навстречу. Ваши собаки, давайте правду говорить, ваши собаки находились вообще в закрытом помещении, где они не видели ни людей, никого, ничего. И не дай бог они сорвутся. Какая глупость, они на цепи сидели каждый год. Мы понесем. Один год посидели за кроты. Маме прислали сообщение о том, что соседи сидят, думают, что решать, что делать с этой проблемой. В общем-то у них два варианта. Либо отравить этих собак, либо вызвать какую-то службу, которая найдет у мамы нарушение, чтобы ее вместе с собаками отсюда выселить или сделать ей серьезные проблемы. Там кто-то предложил этих собак отравить, но остальные начали писать, что нет, отравить не нужно, так что они пошли по другому пути и вызвали полицию. А всю ночь они как выли. Вам неужели не жалко этих собак? Ну, так не держат собак. Они тоже живые, вы понимаете? Это живое существо, которое так вот не должно быть. Соседи вчера начали вставлять рамы оконные, так что дом обретает силуэты реального дома настоящего. Но пока похоже без стекол. С видом на наш шикарный капель. Мама вроде бы закончила с ремонтом, пошла переодеваться и собралась домой, но тут толпа снова собралась и приехал полицейский. Как он сказал, ваш участковый не на месте, он сейчас в отпуске, я его заменяю и начал ей объяснять, как все должно быть. Как она потом мне сказала, он взял с нее подписку о том, что они не будут теперь шуметь и о том, что их не выпустят во двор. И он ей говорит, вы их можете выпускать только если у вас будет крутой, хороший, крепкий забор и они будут в намордниках. А еще они не должны издавать звуки по ночам. Взял с нее какие-то расписки о том, что нарушения не повторятся. Толпа людей снова собралась. Кстати, людей собралось больше, чем обычно. Видимо, за эту ночь, пока они первый раз сидели в вольере, они взбесили такое количество людей, что пришли даже те соседи, которых мы не видели. Слышно этих собак очень далеко и они многим мешают жить. Меня люди, когда спрашивают, а что там у тебя с машиной, продал? Нет? Я говорю, что нет. Они такие, а что, как ты мог до сих пор ее не продать? Ты за сколько ее продаешь? Я говорю, 215 тысяч. Причем это с учетом еще всех недостатков, что есть в ней, что ее нужно доделывать. Она там не доделана во многих местах. Так-то она стоила бы 350 тысяч рублей. Они такие говорят, а что так дорого, типа 215 тысяч. Вот они, трехи, как стоят. У нас по соседству продается красная троечка Жига. 550 тысяч рублей. Но этот чуть выше, конечно, продает, чем другие люди в Сочи. Так-то по России, конечно, некоторые трехи стоят 1,4 миллиона рублей. Но так вот бывают 500-700 тысяч. В Сочи часто они стоят поголовно, как у них ткни, 350 тысяч рублей. А тут вот такой ценник. Не понимаю, откуда такое удивление, когда цену свыше 215. Я думаю, они смотрели когда-то давно, в 2010 году, в 2012, и думают, что они до сих пор дешево стоят. Вот такая Жига-дрыга красненькая. В день, когда мне машину разбили, все было очень плохо. Я дома что-то делал, и у меня, ну, говорят, из рук валится. Не так, неуклюжести не было, но все было очень плохо. Типа, подскользнулся, шлепок порвался, какой-то предмет там упал. Я не помню, что конкретно происходило, весь день дома что-то было плохо. Губка исчезла, я там машину умыл. Тяпал землю киркой, там кирка слетела или ведро сломалось. И вот в тот день я в итоге поехал маме помочь, привезти стройматериалы, и в нас въехал тот алкаш, на повстречной. Въехал и даже не собирался тормозить. Вот и сегодня такой дурацкий день. Сутки начались с того, что мама закрыла уже собак в вольере. Они гавкали всю ночь, не давали мне спать. Я нервничал, не мог уснуть, вертелся, крутился. Заткнул в итоге наушниками уши, включил музыку погромче. Кое-как уснул, но нервничал, плохо спал всю ночь. Утром мама приходит, оказывается, собралась куча соседей. Они недовольны собаками, они там что-то столпятся, решают вопрос, как это все устранять. Мама пришла пораньше, начала с ними это решать. Они говорят, уберите собак, нам это не надо. Звуки они издают ужасные. Собрались раз, потусили, там постояли, ничего не решили. Часа через два-три вызвали полицию. Въехал полицейский, начал смотреть, что происходит. Собралась опять толпа, позвали туда маму. Стоят, что-то решают, говорят, что... А, в общем, между делом еще угрожали, мы вас отсюда выселим, говорит. Вот такие истории. Нервировали там маму, она не хочет собак выбирать. В этом-то проблема, источник проблем, это две собаки. Неуправляемые, неконтролируемые, шумные, невоспитанные. Она не хочет их выбирать. И днем мы еще хотели мусор вывести. Я порвал колесо на жиге, а в трубу. Торчала из земли труба и порвала мне покрышку. Так что, я думаю, там с заклейкой не делаешься новое колесо, но уже покупать. Так я еще сейчас включил борщ греться, чтобы он не прокис. Лето, жарко ведь. Прихожу в дом за смартфоном, YouTube включить, чтобы взять смартфон и пойти назад. А мне звонит мама. И начинает рассказывать вариант, чего сегодня делать будем. Ну, или завтра там, с этим всем, с собаками. И мы с ней болтали 42 минуты. Она там плачет, сидит, не знает, что делать. Кучу денег потратила на этот вольер. Они теперь говорят, это все фигня, давай по новой. Они звуки издают, типа, что толку, что ты вольер построила. Она мне позвонила советоваться, что делать. 42 минуты мы болтали, и борщ выкипел. Расплавился там этот черпак, которым борщ черпать. Повалил, короче, дым на третий этаж. И мы тут сидим, чуем, что-то воняет. А уже было такое много раз. Чем-то воняет, идешь, оказывается, что соседи жгут костер. А там, оказывается, задымилась кастрюля. И мне теперь так стыдно за то, что я это устроил. Обычно я такой хрени не делаю. В такси, в фильм такси, там есть персонаж, который сжег квартиру. Он поставил чайник греться, а сам думал о работе. Очень много о работе думал. И в итоге ушел из дома, а чайник оставил. Он перегрелся, штора загорелась, и квартира сгорела. Есть у нас еще в реальной жизни такой персонаж. Мы его знаем лично. Он ставит чайник и тоже уходит. И чайник многократно сгорал уже. Он даже, Полина поправляет, он уходит спать. Он ставит чайник, идет спать, ложится. На газ. А там хорошая газовая плита, мощный поток огня. И чайник тоже коптится. И черный становится. Не знаю, как оно до сих пор там не загорелось. Наверное, нечему. И вот я такую хрень вычудил. Лучше мне, наверное, плиту газовую вообще не трогать. Пока я такой нервный, дерганный. Мне, короче, вообще психологически фигово сейчас. Поэтому лучше газовую плиту не трогать. Газовая плита Гефест лучшая плита. Полина говорит, газовая плита Гефест самый лучший. А мы тем временем уже, наверное, должны потихоньку выходить, гулять. Уже пора выходить на вечернюю прогулку. Извиняюсь за звук. Я просто следую тому, как нас учил Олег Григорьев. Будь проще, делай проще. Вот. Если не будешь делать проще, то ты просто вообще не будешь делать. Разленешься, это станет слишком сложно. Я не подключил петличку. И говорю вам просто, как есть. В этой комнате с эхо. Вот такие сейчас кошаки. Я считаю, пока они живы, пока они не повымерли, надо бы их немного поснимать, чтобы они немножко в истории файлов остались. Лежат тут, валяются, отдыхают. Вот тот, что рыжий, он очень много спит. Он отдыхает прям много. Назовем его сыпун. А вот та штука, пятнистая, которая серая с рыжим, она самая активная. Лазит тут, на стенах подтягивается, перелазит бортик и идет гулять. И мы тоже идем гулять. Вышли прогуляться. Вот был в этом году плохой очень день. 18 или 19 июня, когда мы там примерно пошли Настин диплом отмечать. Когда мне Кока-Колу дали. Вот в районе того времени был один из самых худших дней в этом году. И вот еще один. То было 18 или 19 число. День недели не помню. Сейчас пятая. Фиг его знает. Я просто пытаюсь какие-нибудь зацепочки, логические или суеверные найти, когда у тебя мега плохой день. Когда просто ни одно что-то случилось, у тебя весь день сложен из какого-то очень нехорошего. Полина говорит, плохо поспал, Полина говорит. Но дело не только в этом. С этого сутки начались, но потом еще весь день нафиг испорчен. И не в результате твоих личных действий, а окружение на тебя сваливается так. Или на окружающих тебя лень. Ты нифига для этого не делал, а тебе понавалилось всякой фигни. Вот, к примеру, этот металлический штырь, что торчал с земли. Полтора года примерно я там езжу по этому месту. Он же раньше не рвал колесо, а сегодня он его порвал. И вот я сжег кастрюльку, и у меня теперь одежда и волосы даже воняют паленым, потому что там черпак был, он расплавился и задымился. Теперь я сам воняю паленым. Только качели сделали, отремонтировали, покрасили. Я же показывал, уже краска содрана. Так быстро. Что они делали с ними? Смотри, уже краска содрана. Им сколько, недели или две, а они уже обдираются. Может, они ногами сюда становятся? Или что они тут делают? Скорее всего, ногами встали, а здесь держались где-то сверху. Конечно, сладко еще. По пути с прогулки особо любеобильная собака на меня напала и начала на меня залазить сбоку. Так я и ходил с собакой на ноге. Это выглядело забавно. Выходя вечером на улицу, опасайтесь, что вас может немножечко обнять очень-очень дружелюбная собака. У тебя такие красивые ноги, что... Не сдержаться. Да. Не ноги держатся. Это зверское нападение собаки на человека. Я тут на YouTube слушаю видео про Crash Bandicoot. Не про Team Racing, а про разработку самой первой части. Люди такие интересные ролики сделали, что прям интересно послушать. И как бы еще фоном с Полиной обсуждаем события сегодняшнего дня и что теперь маме делать с собаками. Вполне возможно, что вольер, который мы строили так долго, теперь придется разбирать. Потому что деньги-то у мамы кончаются. Я тут взялся теперь за трассу Бухта Крэш и поставил вот такие времена. Три круга по 30. И в итоге получилось минута 30. И что это у нас будет? Запишем. Играю на той PSP-шке, что мы недавно купили. Она самая покоцанная, но дольше всех держит заряд. И у нее дофига памяти. Опачки. Это первый результат. Минута 30 и 81. Кстати, двое человек написали комментарии. Во-первых, один человек пишет, поставил себе на PSP-шку 128 гигабайт флэху. Полет нормальный. Все работает четко. Это первое. А второй пишет, взял PSP-шку трехтысячную за две тысячи рублей. Вы представляете, рабочую консоль взять за две тысячи рублей. У нас они в городе по шесть тысяч рублей продаются стандарт. Если кто-то чуть подороже хочет, или у него комплектация получше, там может коробка, еще что-то, диски есть, то может и восемь тысяч рублей стоить. За две это вообще подарок. И вот столько эмоций она приносит. Я сейчас сегодня опять смотрел старого геймера, и он опять говорит про то, что я столько денег потратил на эти консоли, уже и страшно считать. А радости? Радости-то они то и не приносят, что в детстве могла принести Дэнди или какая-нибудь еще приставка, о которой ты так мечтал. Вот поэтому я, наверное, в Крэше так и гоняю много, потому что в нем у меня какие-то эмоции детской игрушки, мне радостно-классно. А серьезные эти игры, типа Лары Крофт, Tomb Raider, Uncharted, их особо и не хочется играть. Нудно, скучно, мрачно, как один чувак сказал, игры, где какой-то грустный персонаж протискивается между скал. Они меня достали. А в Крэше весело, классно, ярко, задорно и даже немножко азартно. Смогу ли я поставить время еще лучше этого? Да, наверное, смогу. Нужно потыкать эти классные ЛР-кристаллики и все получится. Еще на одной трассе поставил три круга одинаковых примерно. Три круга по 39 секунд. Еду как бот. Одинаково четко штампуем ровные круги. Почему как? Да? Полина говорит, почему как? Ведь ты ведешь себя как бот. Вообще, игр не течет, я гоню. Это было предсказуемо, как говорится, да? Сижу, тренируюсь на трассе Повара ставить хорошие времена. Тюлени мешаются, врезаюсь в тюленей. Приятной всем игры. Кто тоже гоняет в Crash Team Racing, ретро, вот ту самую, оригинал, не переиздание, все-таки не трофулит, это немного не то. Нужно уже ложиться спать, заканчивать спи-спиха и отрывать себя как-то от этой прекрасной игры. Потому что завтра новый день и его нужно не проспать. Рад, что этот долбанный день сегодняшний кончился, какой же он был отстойный, ну его нахрен, даже лишний раз его вспоминать не будет хотеться. На этом все, всем пока, увидимся завтра.